И все, привет, ребят! С вами Старваник и сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен очень значимому, интересному и важному вооружению, которое до сих пор я не протестировал, не показал вам. Безумно большое количество времени катал на стримах, играл на официалках, но так и не записал по нему видеоролик. Сегодня у нас разговор, конечно же, пойдет о диктаторе-страйкере, о том самом вооружении, на котором я проиграл весь турнир, весь третий сезон, весь формат ТОВ Дрим Тима и помимо турнира проиграл безумно большое количество времени также в матчмейкинге. Это одно из самых жестких, интересных и нагибающих, имбалансных. Ну, имбалансных только в том случае, если вы умеете обращаться с ним в вооружении в игре. Сыграем два боя, как минимум, может быть даже больше. Я редко умею останавливаться на этом дико-страйкере. По устройству, если вдруг кто-то не знает, это, конечно же, дистанционный подрыв. Сыграем изначально контроль точек, второй режим сыграем регби. Ну и если вдруг эти два боя будут быстрые, с засрочками, то еще дополнительно сыграем ТДМ. Вот именно эти три режима сегодня рассмотрим, но я могу с уверенностью сказать, что в этих всех трех режимах это вооружение будет себе идеально показано. В чем плюс диктатора в матчмейкинге и почему его стоит использовать даже вам, играя только в ММ, да, если у меня изначально это вооружение родилось, исходя из того, что я в том дрифтиме играл на диктаторе, все-таки там можно взять только по одному корпусу и нельзя повторяться. То есть я использовал диктатора страйкер, соответственно, я не мог играть, в два хорька мы не могли играть, то есть при любом раскладе нужно было использовать разные корпуса. И изначально я в матчмейкинге, если вы помните, постоянно играл на хоре страйкере с дистанционным подрывом, тренировался на нем, а потом как-то сидел и думал, а что я играю на хорьке? Если я играю турнир, играю ТКВшки, играю официалки на диктаторе, почему я также не могу в матчмейкинге взять диктатора страйкер и полноценно на нем играть? Я взял диктатор, зашел в бой и был поражен тому, что диктатора страйкер показывает себя лучше, у него больше хп, у него также есть возможность дополнительного критического урона, вот этого вот замечательного, да? И при этом это еще и саппорта корпус, то есть он раздает полноценную расходку себе и еще расходку раздает тиммейтам, то есть и за этот саппорт вы еще получаете дополнительные очки, то есть получается идеальнейшая комбинация, просто идеальнейшая. У вас и самих фарм идет жесткий, вы еще и тиммейтам даете дополнительный бонус. Уже вторая у меня овердрайва появляется, сейчас постараюсь где-то быстро что-то раздать, но и вы видите, что за 2 минуты у меня уже 10 киллов есть, подо мной тиммейт, хорошо раздаем ему овердрайв. Главное здесь всегда быстро контролировать овер, юзать его и желательно юзать его более грамотно, чтобы еще вы могли помимо овердрайва и просто очков за саппорта, я имею ввиду именно вот эту вот двататочку диктатора, еще и могли нанести с крит уроном пару выстрелов на страйкере. То есть и киллы зарабатываете, расходочку раздаете, плюс себе еще дополнительную аптеку, еще дополнительную расходку, то есть здесь все складывается идеальнейшим образом. И раньше, когда я заходил в матчмейкинге, тестировал это вооружение, тестировал, катал на стримах, тренился, я не встречал диктатора страйкеров, честно. Потом те ребята, которые довольно быстро следят, смотрят за метой, начали тоже потихой использовать диктатора страйкера, начали тоже понимать, что это имбалансная темочка. И так потиху-потиху в матчмейкинге уже скоро с Харьков все ребяточки пересядут на диктаторов. И это 100% не ошибка. Это 100% лучше, чем Харек. И здесь даже я не скажу, чем Харек был бы лучше. То есть, как бы я мог аргументировать тот факт, что у Харька есть какой-то хоть малейший шанс против диктатора. Здесь ХП больше, критический урон с овердрайвом также есть, плюс дополнительные саппорт очки и фуборасходка плюс аптек. Это тоже нужно не забывать. А тот эффект пробития, который был у Харька раньше, его теперь нету. Есть единственная возможность критического урона. Да, она там чуть подольше. Но если посмотреть на такие моменты, как очки саппорта за каждый прожатый овердрайв, дополнительная аптечка, дополнительная фуорасходка и все тот же самый критический урон, то и большее количество ХП. Это тоже немаловажный факт. То понятное дело, что здесь уже даже обсуждать нет смысла никакого. Просто берешь торпеду диктатору, и главное, что я забыл сказать, главное, что я забыл сказать, это то, что на Харьке вы зачастую не сможете дать тех выстрелов, которые вы можете дать на диктаторе. У вас идеальный верх-низ раскачка. То есть, если на Харьке вы даете сильную раскачку вниз, у вас могут ракеты лететь в землю, то здесь вы даете идеальную раскачку. То есть, вы так же самое делаете все то же самое, что на Харьке, только вы никогда не будете стрелять в землю. Да, ну, бывает, конечно, там исключение, но это крайне редко, если вы просто ошибаетесь, да. Вы будете попадать, Вы будете наносить тот самый колоссальный урон, и Вы будете давать те выстрелы, которые с Харьком сделать либо очень и очень сложно, либо же вообще не сделаете тех выстрелов на Харьке, которые можно сделать на диктаторе. Все, короче, у нас осталось... Я уже как можно больше распиарил диктатора, я думаю, что вы посыл весьма поняли. Осталось только выиграть хаточку против пробития есть, переоделся Гаусс. Эмми на пробитие мы меняем сразу тоже. И давайте стараться выигрывать катку. У меня 21 килл, довольно неплохое количество для 6 на 6. И по дрону забыл тоже сказать. Понятное дело, что это бустер, я всегда говорю об этом, иногда забываю. Ну, наверное, пока что для меня других дронов вообще и не существует у нас в матчмейкинге. Поэтому как-то так. Здесь все по дефолтику работаем. На одной волне. Так, овердрайв прожал. Два крита дал. Противника уничтожил. Дополнительные очки с тиммейта забрал. И точку контролирую. Ну, что я могу сказать? Что я могу сказать? Ну, что будет лучше? Что будет лучше? И вот этот урон еще замечательный, который накидывается. Ну, это просто... Просто сказочка. У меня 600. У второго места 245. И есть и ребята, которые говорили мне о том, что я записываю видосы там днем, когда играют флабы игроки, еще что-то в этом духе. Сейчас время у нас 7.40. Потенциально то самое время, когда у нас пиковые онлайны. То есть, по вашей логике, играют те самые жесткие, нагибаторские игроки. Может быть не все, но их количество уже присутствует. И мы даем за первую каточку 26 килов, 670 очков. Просто бомба. Просто бомбочка. Сразу даем в регби. Сразу даем в регби. Первая катка идеальная. Просто идеальная. И я понимаю, что кто-то скажет, что я взял дико-страйкер, у меня не получилось. Это вооружение, которое требует времени. Но если вы научитесь контролировать выстрелы на дистанционке, то в дальнейшем вы будете только и только в плюсах. Запикиваемся на Брестик. Брестик 5.30 до конца. Виталичка меня зовет. Зачем-то в группу. Я думаю, что он должен понимать, что если я играю в матчмейкинге, то я значит записываю видос. Я уж думаю, что вот мой толстый друг тут точно должен знать, что если я играю в ММ и без стрима, то я записываю видос. Так, 5 минут до конца, 5 минут до конца. Хороший бой, хороший бой, хорошая карта. Здесь можно потенциально дать очень хорошее количество и киллов, и очков. И можно еще и мячи подоставлять. Здесь это тоже немаловажный факт. В регби. Поэтому стараемся реализовать все моменты сразу. И будем тащить. Также диктатор-страйкер просто идеальная комбина против хопперов, васпов, со всякими кризисами, знаете, которые там летят шо бешеные. Этой комбиной поймать, законтрить. Настолько просто. Вы себе представить не можете, как это легко. Просто даешь хороший страйкерочек с подрывчиком. Бах! Улетел до дому. Просто до домучик. И все. Ничего сложного вообще нет. Так, ладно, пока мы доставить не можем. Много было больно. Но пахнут по факту. Что-то как-то мы не по красоте ведем. А, вот, вторую. Вторую это уже красиво. Там голдик падает. Нам бы вот кильчик какой-нибудь еще дополнительный. Где-то, где-то, что-то, что-то подкушать. Ой, васпик красавец. Какой овердрайв дал. Точный. И еще и голдбейчик забрал, да? Он ведь молодец, молодец. Но у меня пока не все так супер. 3.30 до конца. 3.30 до конца. Как жалко, что, конечно, у нас закончились 15-минутные бои. На выходных у нас были гранд-финалы. Все возможные. Да? Если там вдруг кто-нибудь заметил. Кислоточка. Кислоточка. Так. Поэтому. Даем потиху, даем. Есть возможность сейчас раздать овердрайв тиммейту. Овердрайв тиммейту. Плюс сразу критический урон. Плюс, хотел сказать, подбор меча. Но подбор я сделать не смог. Подобрал мой замечательный тиммейтик. На васпике бомбочку он поражал. Контентовую. И меня благополучно вынесли нарез. Времени предостаточно, чтобы как минимум доставить хотя бы мне самому один мяч в этой катке. И дать еще ну хотя бы килов 10-15. Я понимаю, что я запикался не в самое начало. И когда ты запикиваешься в бой не с самого начала. И когда у типов начинают переверить тебя появляться овердрайвы. Это не очень крутая темочка. Но мы на это сильно внимания обращать не будем. Будем просто стараться сейчас все реализовать по максимуму что в наших силах. 2.20 до конца. И желательно конечно стараться как можно больше жить. Чем дольше вы будете жить на этом вооружении тем больше у вас будет возможности набить дополнительные киллы. Но это по сути наверное работает любым вооружением в нашей игре. Но я почему-то с дикострайкером иногда прям очень сильно не хочу помирать. если там например играешь на какой-нибудь твико молоти там еще чем-то ты там думаешь ай ну ладно сейчас сольюсь и ничего страшного а вот здесь прям делаешь все чтобы только не уйти на рез сейчас будет у меня овердрайв можно даже подъехать чуть повыше чтобы раздать овер и при этом еще нанести хороший урончик добавку еще одну доставочку и сразу почти 90% то есть я раздал овер слил троих поставил мяч у меня 92% ну что может быть лучше что может быть лучше друзья вот у меня еще один овер я мог его уже здесь прожать 16 киллов при всем еще так полторы минутки даже меньше остается сейчас было бы неплохо не взорваться не взорваться и попробовать накопить еще один овердрайв не знаю получится не получится в крайней мере постараться надо постараться надо накидочку дополнительно оформляем 48 секунд до конца вчера записывал видос не помню на чем на викинге на викинга какой-то пушки да и весь прикол был в том что там противник так сильно кучковался в бою прям вот нереально жестко кучковался и я вот про себя сидел и думал блин вот если бы сейчас бы у меня был бы дико страйкер сколько бы я в этом киллов бы дал в этой катке но к сожалению я тогда играл не на сплэшовой пушке 19 киллов 19 киллов для такого боя при том что я закликался в начатый бой это не сказать что идеальный конечно результат но неплохой неплохой хороший уверен уверен плюс доставочку оформил хорошую хорошо сейчас как раз таки пойдем тдм которая я думаю что должна ну и 2500 2500 для такой катки это хороший результат хороший результат тдм которая должна расставить все на свои места и полноценно и полноценно показать нам силушку жесткую силушку диктатора страйкера по сути в первом бою для 6 на 6 я и так там дал хорошее количество киллов вот я сейчас тдм ну тдм 6 на 6 к сожалению но даже тут я уверен что можно попробовать дать хорошую котлеточку и мы сейчас попробуем это все вместе с вами сделать все респ у меня первый противника еще до сих пор нету овердрайв здесь на центре к флоу падает можно будет от него тоже сыграть мы наверное этим и займемся от него будем играть у меня в принципе будет возможность всегда попадать противнику вне зависимости от того где он будет находиться соответственно центр это хорошая позиция на контролинге даем вот так вот потихонечку потихонечку келочки сейчас наши полетят и если вам интересно многие ребята спрашивают у меня довольно часто какие те карты в матчмейкинге нравятся какие твои любимые карты в матчмейкинге я вам могу сказать для диктатора страйкера у меня есть на данный период времени три любимейших карты первая карта это Александрск вторая карта это Кель Кель это просто это что-то с чем-то там такая бомбическая накидочка происходит и третья карта это песок вот эти три карты это что-то с чем-то там настолько можно круто накидывать урончик да и вот эти вот верхние верхние накидочки дополнительные это очень крутая тема прям безумно крутая зачем у меня тиммейт начинает хавать я не понимаю что он хочет меня он по мне накидывает у меня 8 киллов за почти 2 минуты это не сказать что много но это же неплохой результат неплохой результат мы сейчас попробуем этот результат еще увеличить так дико что-то мыслили парочка до дому сразу но здесь еще из бустера тоже очень иногда неплохо залетает в сумму 11 к 1 можно даже попытаться в этой катке уплажечку подержать что ли один раз я как-то слился а и на овер слился потом овер падал не слили только у меня есть овер драйв и сейчас будет на центре еще овер падать вот неплохо сейчас овер сдать молодому чебу реку да и вот сейчас еще центральный овер законтролить но здесь конечно полегче противничка закинуло но не знаю если бы даже мне кажется и жестиком закинуло все равно бы я бы здесь бы очень хорошо стоял бы и очень хорошечно накидывал так 23 кила на команду из них у меня моих киллов так овер из них моих киллов в этой катке сколько 16 офигеть я вот опять на овере слился когда овер падает я на нем сливаюсь ничего себе два овера два раза уничтожили меня так может быть первый килл первый килл на миночку на это так здесь противничек на своей тесточке замечательный так у нас еще чуть больше половины боя и у меня уже 17 киллов это очень хороший результат при том что при том что я зарабатываю еще и дополнительные очки от саппорта вот что я вам могу сказать вот вам дополнительные очки от саппорта дополнительный критический урон дополнительные киллы что может быть лучше что может быть лучше что вы мне не покажете лучшего корпуса для страйкера с дистанционкой если кто-то скажет что страйкера с дистанционкой надо нерфить то что он чересчур жестко нагибает я вам знаете что скажу если уж скиллозависимые вооружения нерфить в этой игре то что уж тогда делать с теми на которых нужно просто зажать пробел то есть на продуве каком-то на тминсе на вулкане там достаточно пробел зажать и все и ты уже нагибаешь наваливаешь а здесь ну если ты не умеешь играть на дистанционке ты ничего не сделаешь ну ничего вообще абсолютно и это я могу судить и по то в дрим тиму сколько там было игроков которые играют стараются играть одевают дистанционные подрывы и по вообще матчмейкингу да то есть много очень ребят жалуются что типа там ну на дистанционке реально сложно играть имба не имба имба она будет только в том случае если вы будете уметь на ней играть если вы не умеете на ней играть то у вас ничего на ней не получится вообще от слова совсем поэтому я считаю что такие вооружения никогда не должны подвергаться никаким нерфам две минуты до конца две минутки до конца у нас 80% в очередной раз я умираю именно в том самом тайминге когда падает овердрайв на центре совпадение не думаю и надо что-то 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 надо накидывать я не знаю где здесь накидывать уже надо опять наверх контролейшн коммуникашн делать хорошо вот дайв есть прожимаю овер думал скрита нанесу по нижнему но там раскачка довольно маленькая была здесь по харючку можно неплохо накидать аптечку прожимаете его уничтожают здесь по хантеру 0 урона по диктатору хорошо 1700 с разворотом еще и по хантеру и добавка по хантеру хантер на респ уже у кого-то начинает сгорать надеюсь что это не на меня сгорает у молодого так гриня 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 на респ хантер на респ титан титан 1200 1600 на респе 34 кила 34 кила вот вам режим кдм называется если кто вдруг не знал кдм вот тут вот так вот можно очень неплохо давать очень хорошие килы можно давать парочек за стеночкой бах еще бах не попал вообще скрита хотел первый выстрел попасть чуть-чуть поторопился там в миллиметре взорвалась моя ракетка а ну он там стоит сейчас как раз таки мы титанчик солью ну а теперь можно уже туда по хорючку бах не залетает отвлекся отвлекся на него и меня хантер поймал 38 килов просто идеальный результат для 6 на 6 для такой каточки но у второго 18 у третьего 11 а у четвертого 5 то есть 38 у меня 75 у команд по сути вместе у нас было бы красивых 76 то есть половину килов полноценно я в этом бою дал на своем диктатора страйке и получил 3700 3700 для матчмейкингового боя без повышенных фондов без повышенных фондов то есть с повышенными фондами я бы за такую катку получил 8000 8000 просто 8000 это такая жесткая имбища просто имбища очень жесткая очень круто очень достойно и я не перестаю радоваться этому вооружению играя на нем я уже играю на нем ну где-то порядка наверное полтора может два месяца но если считать тот период времени как я начал играть на нем вот то в дремтиме я вам могу сказать что это одно из немногих вооружений и пуш которая дает мне до сих пор безумное количество положительных эмоций но для того чтобы они были все лучше и лучше нужно постоянно практиковаться на этом вооружении улучшать свои навыки скилушечку и стараться стараться все больше и больше ловить идеальные тайминги идеальные тайминги просто здесь очень важно грамотно подрывать ракету чтобы она взрывалась в лучшей позиции и наносила максимальный урон по оппоненту как-то так друзья как-то так друзья я считаю что этот видос склоразка кислота как игровой видос должен выходить первый все-таки для меня это значимое и полноценно то вооружение на котором я играл и на котором я вместе со своей командой смог выиграть эту самую замечательную краску которую вы видите на своих экранах как-то так друзья поддерживайте видос лайком подписывайтесь на канал если вдруг не подписаны пишите что вы думаете по поводу этого вооружения пишите что вы думаете вообще по каким-то другим суетным сочетаниям которые вы бы хотели увидеть в дальнейших видосах подписывайтесь на канал у меня друзья на этом все всем спасибо за просмотр всем удачи и всем пока